В эфире информационная программа «Регион» в студии Виталия Барташевич. Здравствуйте! И смотрите сегодня в выпуске. Анатолий Лис провел прием граждан по личным вопросам в Драгичине. Как встречали в Барановичах агитпоиск «Цветы Победы»? В Пинске прошел первый этап чемпионата Белоруссии по дрифтингу. Интересы людей, создание им достойных условий для жизни, работы, отдыха – это основополагающие задачи государственной политики Республики Беларусь. Обращение граждан по личным вопросам к чиновникам особенно важно, поскольку побеспокоить власть заставляет человека проблемы, с которыми он сам не в состоянии справиться. Как показывает пример главы региона Анатолия Лиса, подобные личные встречи весьма результативны. На этой неделе руководитель области в рамках «Единых дней информирования» провел прием граждан по личным вопросам в Драгичине. Виктория Драгобецкая продолжит тему. Жильцы этого с виду крепкого двухэтажного дома по улице Мелиоративной в городе Драгичин уже несколько лет добиваются у местных властей проведения капитального ремонта. Кирпичное здание было введено в эксплуатацию в 1973 году и сегодня требует кардинального обновления. Несмотря на плачевное состояние квадратных метров, капремонта жильцам не видать вплоть до 2020 года. Причина равнодушного отношения к проблеме местных властей до сих пор не ясна. К слову, рядом стоящий более новый дом успешно прошел экзамен на необходимость капитального ремонта. С просьбой помочь разобраться в этом вопросе на прием к губернатору пришел один из жильцов многострадального дома – Михаил Егорченко. Излагая свою проблему, особое внимание мужчина обратил на состояние квартир. А у нас полностью все четыре квартиры обдуваются и ветром, и морозом. Хоть он и кирпичный, но нам приходится через год-полтора переклеивать обои. Все батареи не прогреваются до того уровня, как надо. Я вот с 2010 года, мы все жильцы обращаемся, но никто нас не хочет понимать, никто не хочет слухать. В декабре прошлого года специалисты местного ЖКХ провели обследование дома и обнаружили следы загнивания дерева на кровле в месте установки с жильцами антенн, а также подтвердили необходимость ремонта фасада здания. Однако до сих пор никаких подвижек в этом вопросе нет. Губернатор региона Анатолий Лиз, разобравший ситуацию, дал поручение представителям местной власти начать ремонтные работы. В первую очередь надо кровлю сделать, чтобы не текло на голову. Да, и правильно, и будет утеплен потолок. Значит, поэтому, значит, крышу вы делаете, ну уже крышу делаете так, как положено, значит, проверьте, что там за утеплитель и так далее. Вот, делаете кровлю, значит, утепляете потолок, значит, чтобы люди могли жить в таких нормальных условиях. С не совсем обычным вопросом к председателю Брестского облсполкома обратился житель города Бреста Дмитрий Кулеша. В 2001 году молодой человек приобрел земельный участок в деревне Амелина Чернавческого района, на территории которого позже собственник обнаружил сибироязвенный могильник. При составлении акта купли-продажи предыдущие хозяева об этом факте умолчали, равно как и о том, что в радиусе 500 метров от захоронения нельзя ничего строить и даже косить траву. И вот на протяжении 10 лет Дмитрий платит налог на землю и пытается решить проблему участка, повисшего в воздухе. Однако пока безрезультатно. Получаем уже до сих пор противоречивые ответы. Одни говорят живите, другие говорят не живите. Вроде бы как по санитарным нормам нельзя в размере 500 метров ничего делать, не жить, не копать, никакой выемки грунта, ничего делать. А периодически ответы получаем с гигиены, что в принципе с определенными там излишками, там сложностями можно жить. Хотя как можно жить, если не туалет, а не воды, ничего там не может быть. Произвести замену земельного участка невозможно. Такой ответ был получен дважды. Однако, как выяснилось, во время приема Брестский райисполком пошел навстречу Дмитрию и принял решение выделить ему льготный кредит на строительство жилья на участке, который достался молодому человеку в наследство. Однако решить судьбу соток с сибироязвенным могильником так и не удалось. Губернатор региона посоветовал молодому человеку обратиться в судебные органы. Вы имеете право обратиться в суд тогда. Если вас не устраивает ответ, значит, о том, что, ну, каких-то органов исполнительной власти, о том, что вы не можете реализовать свои права, вы имеете право обратиться в суд. Значит, что ваши права ущемлены. В чем? И изложите, что у вас ущемлены ваши права. Вот в этом, в этом, в этом, в этом. Суд или примет к рассмотрению вашего, значит, заявления, или вам откажет по основаниям, значит, которые будут иметься. Во время приема граждан по личным вопросам председатель Брестского областполкома Анатолий Лис принял 13 человек в списке лидирующих вопросов, благоустройства и проведения коммуникаций. Люди делились с главой области и другими насущными проблемами. Учитывая вышесказанность, стоит отметить, что в деятельности руководителей на местах все еще есть недоработки, в частности, нехватка внимания к вопросам и проблемам граждан своего города и района. В минувшем году на Кобринщине завершил работу большой экологический проект под названием «Содействие развитию всеобъемлющей структуры международного сотрудничества в области охраны окружающей среды в Республике Беларусь». Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды нашей страны, как один из партнеров проекта, в конце апреля организовало выездной пресс-тур для ознакомления с результатами его работы. Подробности у наших корреспондентов. Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Кочановский, а также представители других природоохранных структур вместе с журналистами республиканских, областных и местных средств массовой информации посетили Брестскую область, в том числе Кобрин, чтобы убедиться в целесообразности экологических инноваций. «Республика Беларусь присоединилась к 24 природоохранным конвенциям и протоколам к этим конвенциям, и в рамках этих конвенций Минприроды пытается решать соответствующие проблемы с привлечением средств международной технической помощи. В настоящее время реализуется 11 проектов международной технической помощи по различным направлениям. Только за прошлый год было освоено 4,3 миллионов долларов. Хочу к сравнению сказать, что объем привлеченных средств для решения природоохранных вопросов практически в 40 раз превышает ту сумму средств, в которых Республика Беларусь вносит секретариат данных природоохранных конвенций. Все проекты, которые удачно реализовываются, мы стараемся их продлить и изыскать средства для выполнения целиком возникшей проблемы». В прошлом году в Кобрине был завершен большой проект программы развития ООН и Евросоюза, благодаря которому теперь в городе и районе установлены контейнеры для раздельного сбора мусора и работает сортировочная станция твердых коммунальных отходов. Как отметил директор Кобринского ЖКХ Сергей Елец, сортировка мусора дает вторичные материальные ресурсы и возможность зарабатывать деньги. Кобринчане постепенно приучаются разделять отходы, но даже если кто-то этого и не делает, то на станции происходит досортировка. Еще одним направлением данного проекта стала программа «Зеленые школы», которая также успешно была реализована на Кобринщине. «13 декабря 2013 года 11 учреждениям образования Кобринского района был присвоен статус «Зеленых школ». 9 из них получили дипломы третьей степени и 2 учреждения образования получили дипломы второй степени. Из 20 учреждений образования, которые более активно влились в работу, сейчас претендуют на статус «Зеленых школ» еще 7 учреждений. Ну и 17 учреждений отдела образования спорта и туризма Кобринского района участвуют во всех направлениях работы, а их 5, проекта «Зеленые школы» и приближают себя тоже к статусу «Зеленые школы». Проект закончился в августе 2014 года, но работа не остановлена, работа продолжается, расширяется сеть «Зеленых школ» не только в Кобринском районе, но и в Брестской области, и в Белоруссии. Уникальность данного проекта состоит в том, что он позволяет воспитывать экологическую культуру не только у школьников, но и у их родителей. И самое главное, что в результате формируются экологически ориентированные личности. Несмотря на то, что проект официально завершил свою работу, заданный им курс по-прежнему поддерживается в учреждениях образования. В этом участники Престура смогли убедиться на примере Кобринского эколого-биологического центра детей и юношей. Мы участие в этом проекте начинали с самого начала, потом немножечко у нас поменялись люди, и мы приостановили работу, а затем мы его снова возобновили. Возобновили так, что заняли диплом второй степени, то есть серебряный диплом. Мы этим очень гордимся, потому что мы в нашей области единственное учреждение дополнительного образования, из всех учреждений дополнительного образования, которое приняло участие в этом проекте. Нужно сказать, что проект очень интересный, нужный и важный, потому что именно он помогает детям не только получить теоретические знания, но в первую очередь практические умения. У нас, благодаря этому проекту, в общем-то, приобретено очень много оборудования и бинокли, и позорные трубы для наблюдения в природе. Хотелось бы, конечно, еще иметь и лабораторное оборудование, хотелось бы иметь видеокамеру для наблюдения развития птенцов и животных. В актовом зале эколого-биологического центра участникам пресс-тура был продемонстрирован небольшой спектакль на экологическую тему. А ведь информирование населения различными средствами, в том числе при помощи эгитбригад, это тоже одно из направлений работы зеленых школ. И в том, как это работает, можно было убедиться воочию. Кроме ознакомления с результатами по программе «Зеленой школы», вниманию собравшихся был предложен и анонс нового проекта под названием «Зеленая экономика». А это значит, что экологическая тематика по-прежнему остается актуальной. А вот о конкретных направлениях работы нового проекта станет известно после хакатона, который состоится в мае. 4 мая в честь 70-летия Великой Победы в Барановичи прибыл агитпоезд «Цветы Великой Победы». В числе его пассажиров – молодежь, представители творческих коллективов Белоруссии, Вооруженных сил и Министерства внутренних дел. А также известные композиторы Игорь Лучинок и Эдуард Ханок. Как встречали агитбригаду в городе, сильно пострадавшем во время Великой Отечественной войны, узнаем у Вероники Статкевич. Агитпоезд «Цветы Великой Победы» курсирует по белорусской железной дороге в рамках республиканского патриотизма. Патриотического проекта общественного объединения БРСМ. Маршрут движения состава проходит по местам боевой славы. Во время остановок во всех городах организовывались творческие программы, концерты, выставки, митинги, встречи с ветеранами. Барановичи также стали не исключением. Здесь поезд встречали молодежь и представители городских и районных властей. В течение полутора часов, в которые он пробыл на нашей земле, творческие коллективы подготовили программу, а желающие фотографировались на фоне поезда и общались с их пассажирами. Искренне рады приветствовать вас всех сегодня на нашей Барановской земле. Спасибо вам, дорогие ветераны, за вашу победу. Спасибо вам, дорогие ветераны, за то, что вы сегодня с нами. Спасибо вам, дорогие ветераны, за то, что вы воспитываете нашу молодежь в патриотическом духе. Я искренне хочу поздравить вас всех с этим великим праздником. Пожелать вам мира, добра, благополучия. В состав агитпоезда, сформированного Белорусской железной дорогой, кроме пассажирских вагонов для участников проекта, включен вагон-музей истории Победы, а также крытые вагоны, грузовые платформы, на которых организуются выступления концертных бригад. Активистами общественного объединения БРСМ подготовлена тематическая выставочная экспозиция. Обслуживают агитпоезд молодежные локомотивные бригады и молодежная поездная бригада. Но настроение, на самом деле, потрясающее, потому что, когда мы изначально согласились принять участие в этой акции, мы не ожидали, что настолько будет теплым прием в каждом городе. И нам очень приятно, когда в каждом городе встречают именно с восторгом. И причем много молодежи, очень много детей и взрослых, и это очень достаточно приятно. Очень символично то, что такой поезд приехал именно в Барановичи. И вообще сам поезд – это дух весны 1945 года. Ведь именно тогда наши деды и прадеды возвращались с войны измученные, израненные в поездах. И именно так встречали тогда победителей. И главная цель этой акции – показать нашей молодежи, каково это, когда тебя встречают, когда тебя ждут. И сам дух победы, дух великой даты. И поэтому я считаю, что вот такого рода мероприятия они действительно делают из наших ребят-патриотов. И они просто не позволяют забыть то великое событие, чтобы они помнили и передавали это из поколения в поколение. Сегодня участники маршрута посетят Брестскую крепость Герой, где продолжатся торжественные мероприятия, приуроченные 70-летию Великой Победы. У стен Брестской крепости будем сегодня выступать. Не только я, будет композитор Ханок выступать. Будут еще наши белорусские артисты. Мы будем, поклянемся, чтобы больше не состоялось то, что было в 1941 году. И поэтому Барановскому телевидению мы благодарны за то, что нас здесь встречают, принимают. И я думаю, это для вас тоже. Для вас тоже это память сердца. Память сердца. Помнит Вена, помнит Альпы и Дунай, тот поющий и цветущий яркий мой. Это надо для молодежи особенно. Ну, конечно, память сердца для ветеранов. Завершится патриотический железнодорожный проект 5 мая. В этот день агитационный поезд вернется в Минск, где состоится его торжественная встреча. Когда летом на рассвете заглянул соседний сад, Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать. Сядем над рекою, зорьки летние спечат. Раз, пудрявый, клен зеленый и средствой, Я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, как клен пудрявый, Да, раз, пудрявый и злой. Традиционный ежегодный фестиваль воздушных змеев собрал на детском пляже в Солигорске более 70 участников. Это красивое и зрелищное состязание парящих летательных аппаратов в этом году приурочено к 70-летию Великой Победы. Первого воздушного змея создали в Китае в 5 веке до нашей эры. С тех пор это одна из самых популярных забав. Фестиваль воздушных змеев в Солигорске, конечно, не такой масштабный, как в китайском городе Вэйфань, где ежегодно собираются более 100 тысяч участников из десятков стран мира. Но и у нас число желающих запустить свой летательный аппарат прирастает год от года. На этот раз участниками фестиваля стали 16 команд из школ и Центра технического творчества. Всего более 70 участников. Каждый воздушный змей нес на своих крыльях символику 70-летия Победы. Фестиваль посвятили предстоящему празднику. Жюри судило летательные аппараты не только за соответствие тематике. Оценивалось также исполнение модели, сложность самой конструкции, а также стабильность полета змея. В этом году у нас в фестивале участвуют змеи, которые изготовлены собственноручно. То есть они по чертежам разрабатывают, делают, ну и оформляют ее. Также в этом году мы впервые решили попробовать провести запуск воздушного змея семейной командой. То есть да, где могут принять участие как родители, так, там, брат, сестра, мама, папа, дядя. Ну то есть вот мы решили, такое вот у нас новшество в этом году. Каждый участник получил право на две попытки запуска своего летательного аппарата. Три минуты на то, чтобы поймать поток воздуха и поднять змея. Максимум 10 минут, чтобы продемонстрировать стабильность и угол полета. Ветер был на стороне всех участников. Успех тех, кто изучил правила изготовления летающих змеев. Здесь важно правильно расположить центр тяжести, в определенных точках прикрепить стропки, отрегулировать хвост, который служит не только украшением, сколько выполняет функцию руля. Нам помогал Николай Николаевич в построении змеев. Мы пользовались истерическими фактами из летчиков. Соли, клеили, запускали. Несколько дней читали, как делать, чтобы он хорошо пырил, куда лучше привязать нитку. Да, чечежами, всякими вспомогательными ресурсами для изделия. Мы вначале делали из бумаги, из такой плотной бумаги или из целлофана, делали речки такой прямоугольной формы. Но потом нам больше понравилась форма вот этой птички такой. И поэтому сшили, мы сшили из ткани, из такой вот, как типа шелка, ткань. Больше понравилась такой. Делали длинные хвостики. У одного был очень длинный хвост. Посмотрели, ну это вот у запасного сделали такой длинный хвост. Нет, это в зависимости от того, какая погода. Лучшие конструкторы и пилоты в память о фестивале унесли с собой грамоты отдела образования спорта и туризма. Диплом первой степени достался команде четвертой школы. Второй результат у представителей первой гимназии, третий у команды 11-й школы. Победители определили также в личном зачете и среди семейных команд. В середине прошлого года многочисленные телезрители активно следили за событиями, которые развивались вокруг нового проекта Константина Миланзе. Талантливые молодые люди из разных городов Белоруссии, России, Казахстана, Украины сражались за право выйти на большую сцену. Победители вошли в состав новой поп-группы M-Band. И сегодня талантливая четверка уже дает большое количество концертов в разных странах. Популярный коллектив посетил и Брест. Анастасии Ноздрин-Плотницкой удалось встретиться с вокальным квартетом и получить ответы на свои вопросы. Мы не собираемся здесь расслабляться. Каждый концерт для нас очень важен и ответственен. Поэтому публике не объяснишь, что это уже седьмой город под подряд, и то, что мы не высыпаемся. Поэтому мы сегодня выжмем по полной и сделаем такой же концерт, ничем не хуже, чем все предыдущие. Об этом говорили ребята, солисты поп-группы M-Band, перед тем, как уже через несколько минут появиться на сцене. Своё веское мужское слово они действительно сдержали. Концерт прошел на высокой ноте. Для членов нового бойс-бенда под руководством талантливого наставника и продюсера Константина Меладзе Брест стал седьмым городом на карте выступлений. В областной центр они привезли большую музыкальную программу, каждый номер которой встречался просто сумасшедшими овациями. Новая поп-группа M-Band в своем нынешнем составе появилась в гранд-финале проекта «Хачук Меладзе». Тогда на суд публики талантливые молодые люди представили новую песню «Она вернется», которая за несколько дней в интернете собрала тысячи просмотров. Сегодня на сцене вокальная четверка остается такой же дружной и позитивной, всецело отдаваясь публике и заряжая ее особым драйвом. Секрет такого успеха, как признаются сами участники бойс-бенда, в единстве и мужской солидарности в желании каждый раз только радовать своих слушателей. Во-первых, существует мужская солидарность в первую очередь, во-вторых, мы дополняем друг друга. Мы изначально просто на проекте еще во время проекта общались как-то вчетвером, больше друг с другом, поэтому у нас не было вообще никаких проблем после проекта в команде. Концерт в Бресте – это только середина гастрольного пути. Сегодня график вокалистов как никогда напряженный. Они активно готовятся к своим выступлениям, используя новое знание, подаренное на реалити-шоу большим количеством известных наставников, с которыми и сегодня самое тесное – дружеские отношения. Наставников было много и на протяжении гастрольной деятельности тоже много, у кого мы берем опыт, учимся. У нас есть много хороших знакомств, точнее появились они после проекта «Хочек молодостолик», вот, очень хорошо общается с Аней Садаковой, мы тоже, в принципе, неплохо. А с Сережей Лазаревым общаемся, с Верой Брежневой. На самом деле наставников много и слава богу, что есть у кого учиться. У творческого квартета большие музыкальные планы. В ближайшее время их ожидают премии РУ-ТВ и МУЗ-ТВ, а также сольный концерт в Москве. Работа в самом разгаре, но уже сегодня солисты поп-группы М-Бэнд с удовольствием говорят о том, что еще не раз приедут в Брест с новой интересной программой. Запах жены резины, дым, искры из-под колес и бешеная скорость. Стадион ДОСАА в Пинске превратился в настоящий гоночный трек. В воскресенье 3 мая в столице Полесья принимали участников третьего сезона официального чемпионата Беларуси по дрифтингу. Это крупнейшее спортивно-автомобильное шоу года. Накал страстей, сотни болельщиков и эффектное прохождение поворотов гарантировали всем участникам незабываемое впечатление. Какие зрелищные моменты попали в объектив нашей камеры, смотрите прямо сейчас. Этот захватывающий и экстремальный вид спорта сродни гонкам. С каждым годом дрифтинг набирает все больше популярность, превращаясь в настоящее автомобильно-спортивное шоу. Минский Кубок Беларуси по дрифту проходит уже в третий раз. Дрифтинг представляет собой контролируемый занос с применением нехитрых маневров. Прибавить скорости на повороте или наоборот нажать ручной тормоз. Немаловажную роль играет и подготовка машины. Каркас безопасности для пилота, высокооктановое топливо для авто. И это неполный перечень того, что необходимо. Есть движение вперед, это самое главное, и мы стараемся не терять данную динамику. Что касается новшеств, то в принципе все уже давно придумано. Понятно, есть какая-то работа всегда над судействием ведется. В этом году мы в качестве, в тестовом режиме проверяем специальное электронное оборудование, разработанное именно для нашего чемпионата, который будет измерять скорость, угол, проекторию пилотов. Испытания трассы в Пинске проходили 20 дрифтеров из разных городов Беларуси. Сначала квалификация для пилотов, затем одиночные и парные заезды. С трибун за маневрами профессиональных гонщиков наблюдали преданные болельщики. Дрифтинг, как и вид спорта, в Беларуси довольно молодой, но зрелищный. Чем ближе автомобиль к ограждению и больше дыма из-под колес, тем лучше. Автогонщики на своих автомобилях развивали скорость до 150 км в час. Двигатели машин были мощными – от 500 лошадиных сил. Дрифтинг – вид спорта экстремальный. Моторы ревели и заставляли машины мчаться в контролируемом заносе на высокой скорости. Приемы гонщики использовали в зависимости от заданий. Так нужно было без ошибок выполнить четыре главных элемента – траекторию, линию и угол. Один из пунктов программы – зрелищность и агрессия на трассе. На чемпионате в подвиг, то каждый гонщик, по предварительным подсчетам, сжег не меньше 24 покрышек. Мы не зря делаем здесь первый этап. Во-первых, это юг Беларуси. Мы всегда надеемся, что вот такая погода сегодня нам повезло. Во-вторых, новичкам легче на такой трассе попробовать на более меньших скоростях. Конечно, нам хотелось бы больше площадку, но так или иначе стадион обладает отличной инфраструктурой для проведения данного рода мероприятий, отличные хорошие трибуны. И нам очень здесь нравится. Мы планируем здесь каждый год проводить как минимум один этап чемпионата. Рев моторов на Пинском стадионе ДСАФ не утихал на протяжении всего дня. Умена, вошедших в тройку лучших гонщиков, огласили только вечером. Лидером гонки признали Алексея Вишневского на второй позиции Максим Шатилом. Третье место по результатам заезда у Сергея Сака. В Пинске завершился 10-й юбилейный мемориал известного спортивного наставника, заслуженного тренера БССР по легкой атлетике Виталия Гринскевича. Юные спортсмены со всей Брестской области собрались на стадионе «Волна» для участия в легкоатлетических состязаниях. О результатах расскажет Виктор Кузнецов. Мемориал заслуженного тренера БССР Виталия Гринскевича по легкой атлетике – соревнования традиционные. Каждый год они собирают в нашем городе начинающих легкоатлетов со всей Брестской области. В этом году мемориалу исполняется 10 лет с момента своего основания. На юбилейные соревнования в столицу Полесье приехало около 200 юношей и девушек, представляющих крупнейшие спортивные школы области. Соревнования являются контрольным стартом, потому что через неделю уже пройдет первенство области в этой группе. Поэтому этот старт для ребят очень важен. Соревнования посвящены памяти заслуженного тренера БССР Виталия Гринскевича. В свое время, в далеком 1959 году, он основал школу легкоатлетики в нашем городе. Был первым тренером этого вида спорта в Пинске. Многие годы своей жизни посвятил тренерской работе. Виталий Гринскевич воспитал не одну плеяду именитых спортсменов. Традиционно на таких соревнованиях присутствует сын заслуженного тренера Александр Гринскевич. Сейчас он занимается спортивной медициной и до сих пор помнит те качества, которые смог привить его отец своим ученикам. Это прежде всего трудолюбие, это прежде всего оздоровительный эффект. И кто целенаправленно и настойчиво тренировался, они всегда могут выйти на высокий уровень, который необходим будет им не только в спорте, но и в жизни. Юным спортсменам предстояло соревноваться по нескольким дисциплинам. Это бег на разной дистанции, толкание ядра, прыжки в длину и высоту. Почему легкая атлетика названа королевой спорта? Только потому, что она включает самые главные базовые движения – быстрота, бег, прыжки, выносливость. Ни один другой вид спорта, даже шахматы, без этих качеств не могут практически существовать. Во время соревнований было установлено несколько рекордов. Один из высоких результатов принадлежит девушке из Барановичей Диане Королик. В такой дисциплине, как прыжки в высоту, ее результат составил 1 метр 65 сантиметров. Занимаюсь легкоатлетикой 4 года. Представляю дюшер номер 2 города Барановичи. Впервые на соревнованиях в Пинске. Довольно-таки мне понравилось. На официальной церемонии закрытия соревнований лучшие легкоатлеты были награждены грамотами, медалями и ценными призами. Спонсором мемориала выступил отдел образования спорта и туризма Пинского госполкома. В этом году показан ряд высоких результатов. Было побито 3 рекорда турнира. В Пинске ребята поучаствовали в двух этих, скажем, изменениях рекордов. Смотримся мы достойно. Традиционно соперничаем с Брестом и с Барановичем. С учетом результата выступлений на состязаниях, каждая спортивная школа сможет отобрать лучших спортсменов, которые будут участвовать в областной спорта геоди школьников. Это были региональные новости. Встретимся ровно через неделю. Оставайтесь с нами.